День Победы! День Победы! День Победы! Они знают о войне только из учебников истории и рассказов бабушек и дедушек. Своеобразная летопись роковых сороковых. Последний бой Алёша, Катюша. Песни о палённой войной звучат уже из уст потомков, тех самых победителей. День Победы – праздник, объединяющий поколения. Огромное небо, огромное небо, одно на двоих. Учащиеся 4-й школ Яндери готовились к этому праздничному концерту долго и усердно. Для них было важно показать зрителям, они знают и помнят о той войне и о людях, которые её приближали. Очень долго готовились к этому концерту, готовили песни, стихи, танцы. А вот какой танец ты показала зрителям? Танец Катюша. Как ты думаешь, понравился он зрителям? Они аплодировали вам? Да, аплодировали. У каждого времени есть память, имя которой – история. Поэтому важно не забывать трагедии, которые потрясли весь мир. Гражданский долг велит чтить общий подвиг этих людей. Это день мы солдат вспоминаем, не вернувших семью с войны. Этот праздник мы чувствуем дедов, засветившую родную страну. Подарили народу победу и вернули нам мир и весну. Дело славных предков продолжают сейчас потомки. В их числе и Магомед Коригов – кавалер Ордена Мужества. Рискуя жизнью, совершил подвиг на ИСВО. Каждый год все дальше и дальше отдаляет нас от победного мая. Слава вечна! Великая Отечественная по общим оценкам унесла около 50 миллионов жизней и стала одной из самых кровопролитных в истории человечества. Война вернула домой не всех, но несмотря ни на что они живы в наших сердцах. Слезы утирая на парадный строй глядят. Все с победой поздравляют, дедов все благодарят. А завершилась праздничная программа уже на улице, где перед гостями предстала зарисовка из жизни фронтовиков. Гостей угостили солдатской кашей. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакии, Новости 24.